Городская волонтерская команда «Аргумент» была создана в период пандемии, когда волонтеры разносили лекарства и продукты больным и нуждающимся людям. Пандемия завершилась, а работу волонтеров меньше не стало. И как только в феврале началась спецоперация на Украине, добровольцы включились в программу помощи российским военнослужащим. Поехали мы первый раз 12 марта в Белгородскую область. Что везли? Везли все, потому что мы ехали первый раз, мы не понимали. По новостям мы смотрим одно по телевизору, а что на самом деле там творится, ни у кого не приходило в голову. И когда сказали жители города, что они поедут и нужна помощь, я говорю, ну тогда с помощью поеду я на своей машине. Это однозначно, потому что нужно везти много. Мы собирали продукты, собирали вещи теплые, так как это было все-таки начало марта. Когда мы туда приехали, получилось так, что я попала именно за линию фронта, можно сказать, в поля, где я увидела много наших солдат, много техники. И, конечно, слезы на глазах за то, что какие они, то, что они все говорят, победа за нами, мы победим, мы за Россию. Да, у них боевой дух, конечно, на очень высоком уровне. И что самое интересное, когда мы открывали машину, да, и ребята, они не подходили, они не хватали продукта, не хватали вещи, которые там им нужны были. Они ждали и говорили, ну что дадите, то и возьмем. И даже если у них, допустим, это есть, а они просто говорят, там, сейчас придут наши ребята за линией фронта, другой отряд, им нужнее, давайте там, оставьте им. Или один мальчик подошел, молоденький, да, они все контрактники, все военные. Он сказал, а вот у меня сейчас, там, мои друзья придут, 10 человек, мне не надо. Соберите просто им, что вы им передадите. На днях в Добровольческом центре побывал заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин. Ему показали вещи, собранные волонтерами и подготовленными к отправке в район спецоперации. Завтра мы едем в Благодатное через Лисичанск. Нас там ждут, в Благодатном нас встречают ребята. Мы оставляем там машину, перекладываем гуманитарную помощь, и нас везут уже по точкам, где ребята стоят, боевые действуют. И вот уже поездка состоялась, гуманитарная помощь доставлена. Мы поддерживаем связь, конечно, с Белгородской областью. В этот раз мы ездили совсем в другое направление. Мы ездили уже в ДНР, в Харциск, в то направление, в те места по разным городам. Все проходит, все, да. Мы стояли, смотрели, как работают ребята, системы, там, да, наша военная техника. Мы связались с нами совершенно случайно, так как уже знают, что наша команда работает, да. Везли мы тоже, кто что принес. Конкретного нам ничего не просили, но мы знаем, что обязательно нужны продукты, теплые вещи. Спасибо большое жителям города, которые помогают нам в сборе вещей. Спасибо Центру помощи детям. Спасибо технологическому технику, автотранспортному техникуму. Спасибо Центру творчества. Были методические объединения детских садов, музыкальных руководителей, которые приносили тельняшки. Так как очень сейчас важны теплые вещи, у нас жители города вязали сами балаклавы и носки, за что ребята сказали отдельное спасибо. И еще то, что когда мы приезжали, им даже нужны были не вещи и не одежда, а именно детские письма. И первое, когда нас встретили, говорят, а письма есть, это же самое-самое важное, что нам нужно. У меня 9 лет. Я из города Новошахтинска. Хочу выразить вам огромную благодарность за плаву, героизм и мужество. Это очень тяжело, но главное не отпускать руки. Вся Российская Федерация и ваши судьи ждут домой и гордятся вами. Конечно, им важна поддержка и внимание. Когда приехали мы, да, они расцвели и сказали, да у нас силы прибавилось, мы теперь можем долго здесь стоять. Бойцы с передовой передали привет жителям Новошахтинска. Привет Новошахтинскому центру помощи детям. Большое спасибо вам за, так сказать, помощь гуманитарную, за все, что вы передаете. Это очень важно и, ну, создает, так сказать, какое-то тепло в сердце и это очень приятно. Спасибо всем жителям Новошахтинска и детям, и взрослым. Здесь самая передовая, это Донбасс. Все, что вы подарили, это очень все нужные вещи. Как говорится, сволк нет. Всего самого лучшего. Спасибо. Выражаю огромную благодарность волонтерской команде. Аргумент. Все спасибо, все доставили, все на месте. Все хорошо, мы с вами, ребята. Спасибо, ребята, мы из Новошахтинска, Ростовской области, за поддержку. Военнослужащим из России. Спецоперация продолжается. Наступает зима. У наших бойцов очень быстро изнашивается одежда и обувь. Чем Новошахтинск может помочь? Приходите к нам, у нас в Центр творчества, либо Дворец молодежи, там волонтерская команда «Аргумент». Мы всегда рады помощи. Нам нужны теплые вещи, тельняшки, балаклавы, теплые носки, продукты, спальные мешки, карематы. Ну, все, что вы принесете, ребята будут всему рады. Мы будем также продолжать работать и доставлять. Вот так простые слова «Мы вместе» становятся реальностью.